Вот. Коллеги, добрый день, слышно меня? Немножко раньше уже можем начать. Или подождем всех, пока соберутся. Уже много народа, я смотрю, 111 человек. Давайте начнем, я пока всех поприветствую. Добрый день, уважаемые коллеги, спасибо большое, что выбрали время послушать наш вебинар. Меня зовут Наиля, я руководитель отдела продаж и резервейшена. Я сегодня не буду рассказывать о географии, об истории, вы это все знаете уже. Мы все чаще и чаще замечаем, что агентства уже знают все абсолютно о Мальдивах, большие профессионалы. Очень приятно с вами работать всегда. В последнее время, видимо, благодаря интернету, рекламным турам, и наши, конечно, постоянные агентства, не могу не отметить, они знают уже практически все. Я бы хотела выделить, акцентировать, так сказать, внимание на некоторых деталях, тех, о которых в Википедии не написано. В частности, значит, у меня план такой. Я хочу напомнить вам преимущество работы с нами, рассказать немного о трансферах на Мальдивах. Есть там некоторые моменты. И хотела бы рассказать о Мальдивах на летний период, о преимуществах обо всех. Чтобы вам не страшно было их продавать из-за низкого сезона, объяснить, что такое низкий сезон. Наша блочная программа, ну и завершить, так сказать, свое выступление, дальше передать слово Дарье Верещаге, представитель отеля One and Only Retira. Завершу я все рассказом о яхтином отдыхе на Мальдивах. Значит, преимущество вам напомню. Мы специализируемся только на Мальдивах в основном. И на других островах, Сейшел и Маврикии, это понятно. У нас прямые контракты со всеми абсолютно отелями, начиная даже от Шевальблана. Скажем так, контракт есть у него у всех. У нас есть прямой. Заканчивая маленькими, недорогими, трехзвездочными отелями. Мы не делаем акцент только на люксовых клиентов. Предлагаем также, уровень поддерживаем также для клиентов бюджетных, которые любят, например, дайвинг. Им все равно, где размещаться, они могут и в трехзвездочных отелях жить, и получить хороший уровень сервиса с нашей стороны, качество отдыха, поддержку также на месте. Хотела бы напомнить, что у нас свой офис на Мальдивах. Там работает наша мальдивская команда, это русскоговорящие девочки. У нас есть один мальдивец, мальчик его зовут Вишан. Они встречают каждого клиента, буквально от выхода из аэропорта за ручку, встречают с табличкой Мальдивиана, провожают представителям отеля. Если какие-то вопросы, не дай бог, что-то по погодным условиям будут до последнего, даже на трансферах, поддерживать ваших и наших клиентов там на месте. К нам частенько обращается агентство с какими-то сложными случаями. Мы в 90% способны эти сложные случаи разрешить. Например, сейчас очень актуально в феврале, когда китайский Новый год, найти номера. То есть практически большинство отелей сейчас проданы. Но у нас есть выходы, то есть есть новые отели, которые открылись, которые не заполнены еще. Мы их с удовольствием предлагаем, мы проверили их. Они работают уже полноценно, все функционирует. Также нам оперативно, так как у нас прямые контракты, прямое общение с отелями, оперативно наши коллеги сообщают нам, например, появился номер, появились несколько номеров, но такие-то даты для нас держат, без оплаты, если что, в течение суток всегда. То есть такие определенные преимущества у нас есть, можете обращаться. Сейчас в феврале, тогда трудно найти, что-то подтвердить из-за китайского Нового года в Азии. Бывают сложные комбинации какие-то, длительные заезды. У нас клиенты заезжают на 60 ночей и более. Это всегда индивидуально, это всегда особый подход, например, вплоть до того, что передать питание ребенку отсюда, из Москвы. Мы это все, конечно, для ваших клиентов делаем. Комбинации с другими странами. Некоторые клиенты любят в несколько и более отелей заезжать, и им кажется отдых на Мальдиву скучным. Они комбинируют отели, хотят более активного чего-то. И мы это тоже предоставляем, то есть делаем все грамотно, с выверенной секунды, с полной поддержкой на месте. Мы прозваниваем клиентов. Если какие-то у них возникнут проблемы, вплоть до перевода программы, например, на острове, наши девочки этим всем занимаются, они никогда не жалеют своего времени. Хорошие отзывы, клиенты довольны, все счастливые, выезжают, несмотря ни на какие нюансы. Также у нас мы в последнее время боремся с онлайн-системами бронирования, такие как Booking.com. Все знаете, это тяжеловато. На Мальдивах, слава богу, вы знаете, в последнее время очень редко такие случаи возникают, когда цена ниже, например. Но даже если возникает в этих редких случаях, ждем от вас сообщений следующих. Мы добьемся, либо цены ниже, более выгодного предложения от отеля. Они зачастую признают эту свою ошибку и предлагают нам и вам более выгодные условия, чтобы клиенты не уходили в онлайн-систему. По трансферам на Мальдивах. Так как вы знаете, Мальдивы – это острова, логистика сложная, это не просто один вид какой-то трансфера, они все организуются отелями только, и их всего три вида. Это трансфер на катере, на гидросамолете и на трансфер на внутренних авиалиниях, на самолетике, со взлетно-посадочной полосы до местных аэропортов. Вот это третий вид трансфера, его клиенты очень боятся. Сейчас, вы знаете, тенденция такая есть, что отели как раз на дальних атоллах открываются. Они нас очень просят вам рассказать, и мы тоже уже сами проверили, что доместик для клиентов – это не так уж и страшно. Те клиенты, которые уже воспользовались трансфером на внутренних авиалиниях на Мальдивах, второй раз уже не боятся. То есть на самом деле этот доместик-аэропорт, он, вход в него, прям буквально в пяти минутах от выхода из международного терминала. У всех пятизвездочных отелей есть отдельный лаунж, отдельный лаунж-зона с напитками, с закусками, с вай-фаем, с кондиционером. Очень комфортно можно разместиться и подождать своего рейса. Доместики летают по расписанию, независимо от погодных условий. И зачастую, в такие, например, популярные атоллы, как Баатул, Лавиани-атолл, это буквально 15-20 минут в полете или в Ариатул. То есть и дальше там на катере. На самом деле, поэтому прошу вас объяснять клиентам, что перелет доместик, он как по цене более выгодный, так и не такой уж и страшный, как кажется на первый взгляд. Единственное, что хотелось бы отметить, да, есть остров Ганн, например, или отели, которые находятся ближе к экватору, туда действительно 50 минут лететь. Также на внутреннем самолете по-другому не добраться, но это того стоит. Там уникальная другая немножко природа для тех, кто уже, например, побывал клиент во всех атоллах, а они у нас часто возвращаются, хотят чего-то нового. Можно порекомендовать слетать ближе к экватору, посмотреть немножко там другие виды рыб, если они искушенные снорклеры или дайверы. Ну, немножко другая природа и другие Мальдивы, совсем чуть-чуть отличающиеся. Вот, значит, поэтому объясняйте клиентам, что доместик, в принципе, внутренний перелет, он не такой уж и страшный, конечно. Значит, про Мальдивы на летний период хотела бы вам. Сейчас вот очень актуально акцентировать внимание на этом. Многие боятся, что низкий сезон летом, с мая по октябрь, на самом деле, здесь больше не от погоды зависит, а от того, что просто падает немного популярность Мальдивских островов для европейцев, потому что многие выбирают курорты поближе, они замечают некий спад и предлагают более выгодные цены, более привлекательные. Уже из года в год, последние несколько лет, я вот путешествую лично на Мальдивы в июне, погода стоит замечательная всегда. Немножко в начале августа начинается ветра, никак не влияет на температуру воды и воздуха. То есть можно смело предлагать Мальдивы летом. Во-первых, это недорогие билеты на Аэрофлот, прямой рейс, хорошие тарифы, хорошие цены на отели. Клиенты благодарят нас, агентство благодарят, что мы не отговаривали ехать в конце мая, в начале июня с детьми, потому что погода стояла великолепная, цена хорошая, они потом хотят попасть уже в ноябре, например, или в декабре, конечно, такую цену уже не найдут. Таким образом, смело рекомендуйте. Погода, понятно, она везде изменчивая, сильного отличия на Мальдивах, все равно по погоде нет, чтобы заливало дождями 2-3 недели, такого не бывает. Всегда, то есть вода и воздух одинаковые, бывает либо более дождливая, либо менее дождливая. То есть, соответственно, даже высокий сезон, даже в ноябре, бывают из ряда вон выходящие ситуации. Поэтому я могу сказать, да, заявить, что это круглогодичное направление. И больше разделение по сезонам все-таки связано с падением именно спроса от европейского рынка, поэтому они снижают цену. Сейчас я вот, значит, читаю, что меня плохо слышно, да, у всех? Кому-нибудь хорошо слышно? Хорошо. Значит, поэтому, смотрите, и на летний период, вот смотрите, клиент к вам приходит, он выбирает между направлениями, да, почему, не забывайте, пожалуйста, о Мальдивах. Во-первых, это сезон серфинга для серферов, казалось бы, да, не очень известное место для серфинга, но тем не менее в Южном Мале Атоле именно с мая по сентябрь отличный серфинг. Надо знать места. Это несколько всего отелей, мы их знаем хорошо, они серфинг-станциями, кайт-серфинг тоже в это время развит. То есть как раз летний период, и цена отличная для серферов. Хорошая альтернатива другим направлениям, правда? Сезон также мант тоже приходит с июня по октябрь, по сентябрь, по конец сентября, на самом деле самая большая концентрация скатов именно в августе, когда можно с этими гигантами поплавать в Ханифару Бэй, заповеднике ЮНЕСКО, то есть именно летом. Там их сотни просто приплывают, несколько отелей непосредственно расположены напротив Ханифару Бэй, очень бюджетные, которые нравятся нашим клиентам. Например, на летний период, если ваш клиент дайвер или снорклер, например, спрашивать Египет, тоже как вариант предложить, потому что там нет крупной именно вот этой рыбы, которая именно на Мальдивах только. Да, рифы, снорклинг есть и там, и там, но на Мальдивах течение между островами, которые привлекают именно крупных хищников, крупную рыбу, которую не увидишь в других ближайших странах. Вот. Это тоже можно рекомендовать для таких клиентов. На самом деле спрос есть последние несколько лет. Если расскажете про Мант, я думаю, что клиенты именно в пользу Мальдив сделают свой выбор. Также, например, летом, если вы предлагаете клиентам Мальдивы для тех, кто хочет уединения, для молодоженов, то есть это опять нет массовости, нет конвейера, это приватные домики, всегда первая береговая линия практически во всех отелях, хорошее питание, хорошее обслуживание, индивидуальный подход к клиенту. Этого в наших привычных летних направлениях, конечно, тоже не найти. Поэтому не бойтесь продавать Мальдивы на лето. Не бойтесь и сейчас, когда есть скидки заранее бронированные. У нас сейчас акции, тоже на нашем сайте можете посмотреть, у нас повышенная комиссия идет для бронирования именно на летний период, на лето, на сентябрь. С удовольствием вам предоставим дополнительные скидки, чтобы вы могли уже глубину себе, себе и нам продаж создать. Вот, даже кто-то пишет, были в декабре, ел дождь три дня. Ну, вот и вся сезонность. Поверьте мне, все-таки это связано именно с падением европейского рынка. Они ближе к себе поедут уже летом, когда у них открыт купальный сезон. Летом, да, вот, например, в том году столько было запросов, столько клиентов, мы не ожидали такого повышения спроса, потому что при сравнении популярных других направлений Турции, пятизвездочного отеля, на Мальдивах цена была даже более конкурентная, на All-Inclusive также. Многие отели предоставляют бесплатные трансферы, а это сильно удешевляет, представляете, там на двоих тысячу долларов минус по туру. Многие отели предоставляют повышение типов питания, а это, извините меня, это Мальдивы, совсем другой уровень и выше намного, чем та же Турция или Египет. То есть это острова. Вот, поэтому, соответственно, мы ждем от вас бронирования на лет. У нас в этом году, конечно, наверное, вы все тоже ощутили повышенный спрос. У нас бронируется сейчас Новый год, пока есть номера. Мы скоро объявим, кстати, о нашей блочной программе на декабрь. Вот, август сейчас, июль идет, потому что также блочная программа, вероятно, на август будет тоже в ближайшее время. Сообщим об этом. Я сейчас вам скажу о тех блоках, которые уже есть, которые продаются, и еще есть шанс купить билеты. В системе, например, в свободной продаже их уже нет. Мы специально позаботились заранее. На пиковые даты взяли наш блок. Комиссия идет с полного пакета. Не забывайте, пожалуйста, то есть у нас в онлайн-подборе прям ссылка на готовый подбор. Ваша стандартная комиссия или повышенная, смотря какая у вас есть продаж, она распространяется на полный пакет смело. То есть это у нас на детские каникулы. Конец марта, начало апреля с 24 по 5. Это все аэрофлот, прямой рейс. Осталось еще, ну, где-то, ну, группу можно найти, то есть где-то билетов 10 еще есть, можно бронировать. Мы держим, ищем, очень в этот период пользуются спросом двухкомнатные номера для семей больших, потому что детские каникулы у нас клиенты и с тремя, и с четырьмя детьми, с нянями, с бабушками, расселяем, все нормально. То есть есть такие отели на Мальдивах. В последнее время тенденция такая, они сейчас новые открываются, все с мульти, многокомнатными номерами. Отличный вариант тоже, то есть чтобы не разные вилы, не разные номера. Вот, и, разумеется, майские праздники у нас три блока мест. Значит, с 28 апреля по 6 мая у нас есть, с 28 апреля по 10 мая подольше, и со 2 по 13 мая. Блоки есть, можно бронироваться. В системе уже ограниченное количество или высокие тарифы. Поэтому ждем от вас бронирования. Радостная новость для агентов, для тех, кто ждет. Я могу сейчас объявить, конечно, что у нас планируются рекламные туры. Пока 4. Могу сказать месяц. Программа будет позже опубликована. В июне месяце будут две группы набираться. Первая группа. Сейчас, можно я на вопросы немножко позже отвечу? Сейчас прям, я вижу, читаю все ваши вопросы. Я сейчас закончу. Обязательно и про коннект номера я вижу, и про украинские турагентства, конечно, тоже все вижу, все вам сейчас расскажу. Значит, про рекламные туры продолжу. В июне мы, значит, планируем два рекламных тура. Я их сама составила. Сейчас жду окончательного подтверждения программы. Это New Resorts и Luxury Resorts. То есть новые отели и отели класса Deluxe будут. Значит, в июне, так как много новых отелей в этом году открылось, в том году мы не посмотрели все. Агентства наши тоже не посмотрели. То есть две группы где-то, ну, по 10, небольшие по 10 человек будут объявлены в июне. И точно такие же в сентябре. Это будут разные отели, разных отоллов. То есть мы берем один отолл, например, Лавиани отолл, смотрим там все люксовые отели. Постараемся подтвердить самые топовые, которые вы хотите больше всего увидеть. Мы знаем, какие. Постоянно нам агентствам говорят, какие бы хотели посмотреть. Повезут наши девочки из отдела по работе с агентствами менеджера. Елена и Марина. То есть если вы с нами работаете, вы знаете, они по очереди поедут. То есть как только мы опубликуем на сайте, ждем ваши заявки на рассмотрение. Конечно, приоритетно мы, как обычно, заранее извиняюсь, мы, как обычно, рассматриваем те агентства, которые с нами работают. И просто иногда уже много заявок идет, мы всех не можем подтвердить, поэтому я предполагаю сделать именно 4 группы. Из Казахстана. Можете, да, принять участие, конечно. Билеты, ну там по билетам будут правки небольшие, и можете. Так, и значит, про яхтенный отдых. Последний пункт хотела бы рассказать. У нас была анонсирована ритрела. Ритрела, конечно, наша любимая яхта. Я просто, о ней есть вся информация, также в интернете. Я просто хотела бы акцентировать внимание на особенностях яхтенного отдыха. У нас он, его не очень понимают клиенты многие. Яхтенный отдых, он немного, ну, дает клиентам то, что они не могут получить в отелях. Например, безлимитную рыбалку ночную. Когда на яхте находишься с людьми, вечером иногда думаешь, где же все? Заходишь на корму, все сидят на корме с удочками. Не с удочками, а такими с катушками, с лесками. И рыбачат. То есть, соответственно, настолько увлеченно, настолько азартно, что, кажется, это один из пунктов, по которому нужно рекомендовать отдых на яхте. Вот разные, вот сколько замечала, разные возрастные категории. И женщины, и мужчины просто с азартом увлекаются ночной рыбалкой. Потому что она, во-первых, там очень успешная на Мальдивах, во-вторых, видимо, затягивает. Второе. Я вот тоже сколько лет работаю с Мальдивами, и вам честно скажу, снорклингом и дайвингом не занималась никогда, немного боялась. Но когда вот поехала на яхту, наш капитан мне оказал честь, и со мной сходил на снорклинг. Я себя в полной безопасности чувствовала, то есть впервые, можно сказать, увидела, что такое вообще, знала, что такое снорклинг. У нас, если вы, ну, если вы вообще на яхте на Мальдивах, то можно в интересных местах поснорклить, которые недоступны для клиентов, ну, даже если они в отеле с домашним рифом. Например, у нас яхта подходит к рыбацкой ферме, где они рыбу разделывают, и там просто невероятное количество подводных обитателей, огромная концентрация, я бы сказала, и это вообще просто нечто на самом деле. И у нас там, во-первых, инструкторы есть, которые с вами. То есть, например, капитан меня держал за руку, я себя в полной безопасности чувствовала, хотя там было просто, наверное, 20 мурен, не говоря о том, что о прочих других рыбах. Снорклинг с капитаном бесплатно, но нужно с ним договориться, попробовать, вижу вопрос. И, значит, дайвинг – это понятно, то есть дайв-сафари – это то, почему именно, собственно говоря, в большинстве случаев вы фрахтуют яхты на Мальдивах, они хотят дайвить 3-4 раза в день и на ночной дайвинг ходить. Это понятно, это вы, наверное, если знаете, то уже сталкивались с дайверами, знаете, в случае чего эти дайвинг-сафари, о них везде есть описание. Я просто еще для других клиентов хотела отметить посещение необитаемого острова или маленьких песочных островов. Если летите на гидросамолете, видите огромная лагуна, затопленная на метр, наверное, и маленький такой песчаный островочек. Вот. И хочется, вот я сколько раз прилетала, мне так хотелось на нем очутиться, когда стоишь в середине океана, на этом маленьком кусочке песка. Вот. То есть вот эта возможность есть по стандартному маршруту, то есть это все входит в стандартный маршрут. Вот в отеле это платная экскурсия, это надо нанимать лодку, либо она групповая с другими людьми, либо индивидуальная дорогостоящая достаточно экскурсия, либо нужно нанимать катер, чтобы даже поехать на необитаемый остров. На необитаемых островах есть всякие необычные, то есть они дикие абсолютно, там, например, есть гнезда, пичек, то есть погулять, просто почувствовать себя Робинзоном, вообще без людей, это вот то, что входит, вот то, что входит, собственно говоря, просто в стандартный маршрут при фрахте. Температуру воды меня тут спрашивают. Температура воды 27 градусов, практически всегда она одинаковая, вода теплая. Просто и на яхте еще есть, вот, например, для любителей, для пловцов, для любителей фридайвинга есть шанс на глубине поплавать, от острова приходится отплывать. И еще, что у нас на яхте можно получить, ну, и, в общем говоря, вы катаетесь на яхте, видите дельфинов каждое утро, каждый вечер на закате, повсюду, повсюду совершенно. То есть это немножко другой характер отдыха, который понимают европейцы. У нас в основном запросы вот по фрахтам идут с других рынков, но пока наши клиенты еще не понимают, к сожалению, если, вот, например, спрашивают, что такое яхтенный отдых, то есть более подробно можно рассказать, когда это вы берете фрахт полностью и путешествуете иным образом, а не привязаны к одному острову, если говорить о Мальдиве. Теперь я с удовольствием отвечу на все вопросы. Я вот смотрю, значит, температура воздуха летом, и летом, и зимой температура воздуха одинаковая, никогда не ниже примерно 27 градусов, и не выше 35 градусов. Самый жаркий месяц – апрель. На яхте только катаются или живут? Живут, да, конечно, намного каютная. Там, на самом деле, хорошо спать для тех, кто любит. Не сильно качает. Вот есть, например, деревянные небольшие яхточки. На них прям покачивает, чувствуется. Ритрелла большая, металлическая. Вы в каюте у себя, как немного, как в люлечке. Я так не спала супер. Даже, я не знаю, с меню подушек, мне даже меню подушек не нужно было. Вот это покачивание, оно, конечно, незабываемое, такое приятное для сна. Так, значит, какие-то вопросы у меня тут были еще про рекомендацию. Сейчас я секундочку наверх пройдусь. Можете еще раз написать, пожалуйста. У меня тут уже чат ушел достаточно вниз. Вот про серфинг тоже тут еще что-то писали, что серфинг на Мальдивах. Да, действительно. Про серфинг споты мы знаем, все мы изучили. У нас подборка отелей есть, кстати, должны опубликовать в ближайшее время на сайте именно для серферов на летний период. Про украинские турагентства. Конечно, у нас предусмотрено, мы работаем по всему рынку СНГ. По всему. То есть Казахстан, Украина с удовольствием ждем вас. Присылайте запросы, присылайте, будем работать. У нас все возможности удобные для работы с турагентствами из других стран есть. Так, иду вниз. Русалки. Русалок, я не верю в русалок. Не знаю, клюют они или нет. Вопрос про русалка. Пираты. Ну, за пиратами на Сейшелы надо. До Мальдива они безопасно не доплыли. А на Сейшелах вы можете поискать артефакты. Там есть, например, некоторые острова, где еще следы пиратской деятельности остались. Пещеры пиратские и прочее. Это туда. Еще есть вопрос. Тут уже Дарья подошла. Спасибо большое. Очень приятно, что интересно. Хотите оказаться, ждем от вас заявку на рекламный тур. Посадка на яхту и высадка. А, мы плавали вдоль Сомали, не переживайте, все нормально. Ритрелла проплывала. Значит, посадка и высадка на яхту. Яхта стоит, если кто-то был уже на Мальдивах, знает, где Курумба находится, где марина для яхт. Это около острова Хулумали, там построена марина. Но ритрелла большая, она в марину не заходит. Остальные яхты там стоят припаркованные. Поэтому, в общем говоря, клиенты прилетают, лодочка до них забирает, отвозит до яхты, швартуются непосредственно к корме. Там очень удобно. И они вас за ручку, вас, ваших клиентов, переводят на яхту. Облубая атмосфера, Тхилингели, хороший, неплохой отель, вот здесь вот тут. Очень хороший. На all-inclusive с хорошим домашним рифом. Тут трудно только попасть, нужно очень заранее планировать. На туристической выставке в Санкт-Петербурге, к сожалению, мы не примем участие. Но я узнаю точно, потому что у нас отдел пиара, я занимаюсь как раз выставками, и нужно будет у них уточнить. Еще вопросы жду. Вам тоже спасибо, Анастасия. Спасибо большое. Я тогда передаю слово Дарьи, представителю безупречного One and Only Eritera, нашего любимого. И отправление из Малия. На яхту? Нет, не из Малия, из отеля, ой, господи, из отеля, из аэропорта Вилана. Спасибо, Наталья, еще раз. Вам тоже всем спасибо, что прослушали. Блоки Аэрофлот вы берете? Нет, я вот до этого, наверное, вы прослушали, я рассказывала, у нас весенняя есть блочная программа на детский коньяк, на майские праздники. Мы будем целый год, весь год брать блоки обязательно. Вам тоже спасибо большое. Информация по рекламнике будет в рассылке для агентств. На сайте будет опубликовано. На сайте в разделе рекламные туры. Примерно, наверное, опубликуем в марте точно уже программу и будем в марте набирать уже группы. Поэтому в марте отслеживайте просто сайт. Да, 11 ночей, блочная это минимум у нас. 11 ночей мы посчитали, что это самый популярный период, взяли на 11. Считайте, на 14 нужно взять? На октябрь, ноябрь, на ноябрьские праздники обязательно будут блоки. Обязательно. Сообщим в ближайшее время, то есть до конца зимы обязательно, блочная программа уже будет опубликована. Все, спасибо большое, уважаемые коллеги. Еще раз спасибо большое, что нашли время прослушать вебинар. Сейчас я передаю тогда слово Дарье. Дарья, здравствуйте. Спасибо большое, Найля. Спасибо большое нашему замечательному партнеру Мальдивиану за предоставленную возможность сегодня в прямом эфире пообщаться с таким большим количеством агентов. Еще раз представлюсь, меня зовут Дарья Верещага, я представитель курорта One and Only Retirement. У нас есть офис в Москве, поэтому я непосредственно работаю в офисе в Москве. Если потребуются мои контакты, они будут ниже в презентации. И по любым-любым вопросам, конечно же, можно обращаться всегда в Мальдивиану, они все знают, молодцы, большие-большие профессионалы и смогут подсказать вам по любым вопросам. Итак, сейчас я попытаюсь найти свою презентацию. Буквально секундочку. Прекрасно. Итак, приступим. One and Only Retirement на Мальдивах. Один из самых красивейших и роскошных курортов. Если вы ожидаете VIP-уровень отдыха и хотите порекомендовать своим клиентам один из лучших курортов на Мальдивах, чтобы они почувствовали себя одними-единственными, то, пожалуйста, с полной уверенностью на 100% вы можете рекомендовать One and Only Retirement. Это курорт уровня Ultra Deluxe. Один из самых больших Мальдивов. У нас 122 виллы, большинство из которых береговых. Добраться из курорта, простите, из аэропорта на курорт, можно как на лодке, так и на гидросамолете. По поводу встречи в аэропорту. Своего лаунжа у нас в международном аэропорту Мали нет, но он и не требуется. Наш сотрудник встречается, дорогие гости, уже непосредственно на выходе из таможенного контроля с табличкой One and Only Retirement, помогает им с багажом и препровождает сразу на комфортабельную лодку. Также для гостей, если вы хотите, чтобы они почувствовали себя еще более комфортно, вы можете заказать им услугу CIP. Услуга заключается в том, что гостей встречают у трапа самолета, провожают специальный лаунж, в лаунже за них проходят все формальности, паспортного контроля таможенного, получают за них багаж, и далее уже наш сотрудник встречает гостей у дверей CIP лаунжа. Данная услуга предоставляется службой аэропорта и является дополнительной. По поводу трансфера, у нас в парке, так скажем, в нашем флоте есть тоже несколько яхт и скоростных катеров, которые мы используем не только для прогулок, но также и для трансфера от аэропорта и обратно. Есть у нас групповой трансфер, и есть индивидуальный. Лодки, в принципе, используются одни и те же. Если гости не хотят вот прям совсем ожидать в аэропорту, то вы можете порекомендовать им забронировать частный катер либо яхту. У вас на экране сейчас одна из наших яхт, это Маджести 56, также у нас есть лодка под названием Малолу и Маджести 63. Касаемо катеров, катеры тоже очень комфортабельные, внутри кожаные диваны, Wi-Fi, кондиционер на борту, поэтому тоже очень комфортно, только меньше по размеру. Спидбот, скоростной катер вмещает до 8 человек, яхта вмещает до 12 человек, плюс у яхты есть еще второй этаж, который находится на открытом воздухе, и так называемый сандек. Дорога занимает всего лишь 45-55 минут на яхте или катере. А касаемо гидросамолета, на гидросамолете лететь до нас всего лишь 15 минут, но по времени, пока гости выйдут из терминала, пройдут регистрации на самолет, в принципе, время пути оказывается одинаково, по времени одинаково приезжают к нам на курорт. Гостей встречают на нашем джете непосредственно их личный консьерж, который далее будет заботиться о гостях на время их всего проживания, а также менеджмент курорта, знакомиться с гостями. Чекин проводится на вилле, для комфорта гостей, поэтому процедура после того, как гости приплыли непосредственно на курорт до их заселения, очень такая краткосрочная и комфортабельная. По поводу времени заселения, стандартное время заселения на курорт 2 часа, если гости приезжают пораньше, а как правило, большинство рейсов, так скажем, прилетает в районе 9 утра на Мали, мы стараемся по максимуму подготовить им виллу, чтобы она уже была, чтобы можно было заехать в нее по приезду. Если вдруг такое не случается, приходится немножечко подождать, то мы стараемся тоже комфортабельно разместить гостей, проводить их сначала, может быть, на завтрак и после завтрака забрать их уже непосредственно на виллу. Как я вам говорила, остров у нас один из самых больших на Мальдивах, 44 гектара, в связи с этим достаточно для Мальдив большое количество вилл, 122. 90 из них береговых, пляжных, так называемых, а 32 расположены на воде. Все виллы расположены удаленно друг от друга, поэтому приватность соблюдается, независимо от того, гости убирают пляжную виллу или водную. Пролетая над курортом, вы с легкостью можете его распознать с высоты птичьего полета по его форме. Вот, он выполнен в форме такого октопуса. Здесь 12 прекрасных пляжей, вдоль которых расположена наша вила. Несколько у нас есть категорий, односпальные, двуспальные и максимальная категория это Grand Kansas Residence, там три спальни. Рассмотрим их поподробнее. Наши виллы береговые, расположены непосредственно на пляже и основным, пожалуй, их достоинством и отличием от водных является замечательный свой собственный частный кусочек пляжа. Вот этот вид сверху, вы видите, на каком большом расстоянии виллы расположены друг от друга, они отделены не просто какой-то перегородкой или изгородью, а прям целым лесным массивом. Поэтому, когда гости находятся непосредственно внутри либо у своего бассейна, либо на вилле, они не видят, не замечают гостей, которые проживают рядом, в связи с этим чувствуют себя очень уединенно. Наша самая простая категория виллы это Beach Villa One Bedroom. Она отличает от виллы с бассейном только, собственно говоря, наличием бассейна. Размер бассейна 23 квадратных метра. Выполнены виллы в таком островном, я бы сказала, стиле, с высокими потолками, с самой своей высокой точки. Крыш доходит до 8 метров. Это позволяет наполнить виллы еще большим количеством воздуха, пространства, чувствовать себя еще более комфортно. Входя в виллу, вы сразу видите зону гостиной, совмещенной с зоной спальни. Есть виллы с одной кроватью King Size и с двумя кроватями Queen Bed. Размер Queen Bed матраса непосредственно ширина его 153 сантиметра. И на нем, в принципе, если мы размещаем семьи, то 2 плюс 2 размещается именно в Beach Villa Two Queen Bed. Когда вы бронируете виллу, категорию непосредственно у вас подтверждение будет прописано у вас вилла с кроватью King или с кроватью Queen. Этот момент соостряю, потому что наши кровати Queen не сдвигаются. Поэтому, если вдруг в наличии остались только виллы с двумя кроватями и гости рассчитывают, что можно будет их сдвинуть, к сожалению, это не получится, технически не получается. Тем не менее, если вы бронируете заранее, а я вас очень наставляю бронировать заранее ваненон или ветерам, то мы всегда сможем подобрать для вас виллу той категории, которую запрашивают гостя. Далее, за зоной спальни и гостиной расположена ванная зона с комфортной широкой ванной, с душевой, туалетной комнатой, а также виллы с бассейном имеют душ под открытым небом. Вот, как сейчас вы видите на фотографии. Достаточно большая гардеробная зона позволяет комфортно разместить все вещи гостей, также все банные принадлежности, все уже ожидает готовым ваших клиентов по приезду. Наши гости по курорту передвигаются помимо пешком, передвигаются еще на велосипедах либо на баги. велосипеды есть как взрослые, так и детские и баги можно всегда вызвать в любую минуту, круглосуточно. Время ожидания баги составляет 3-5 минут. Также для гостей, которые хотят подчеркнуть может быть свой статус или не хотят ожидать, они могут арендовать свой собственный четырехместный баги и водить его самостоятельно. помимо всего прочего всех достоинств вилл у каждой береговой виллы есть замечательный вид на океан, который открывается прямо из спальни. Тенистая веранда позволяет гостям насладиться уютом прилегающей территории, здесь можно провести ланч, время с близкими и насладиться отдыхом. Далее переходим к обзору водных вилл категория Water Villa. Водных вилл у нас тоже несколько, есть как с бассейном, так и без бассейна. По дизайну они очень похожи на виллы пляжные, тоже просторные, высокие, внутренняя часть виллы 79 квадратных метров, вместе с прилегающей террасой порядка 139 квадратных метров виллы обтянуты вокруг специальной безопасной сеткой, которая предотвращает любое падение с виллы, ну и на этих сеточках очень удобно принимать солнечные ванны. Также на вилле есть тенистая терраса и такое палаццо, да, или вторая терраса, на которой обычно гости принимают солнечные ванны. И безусловным достоинством водных вилл является их непосредственно вид на океан, который уже открывается из всех частей виллы, как из спальни, так и из ванной комнаты. Следующая категория наших вилл это семейные виллы двуспальные. Данная вилла, которую вы видите сейчас на фотографии, называется Two Villa Residence. Состоит она из двух отдельно стоящих вилл на одной территории. Вилла большая, занимает больше 200 квадратных метров, включая прилегающую территорию. И я рекомендую данную виллу для гостей, которые приезжают с семьями, которые приезжают с нянями, или для тех, у кого детки уже подросли, чтобы спать в отдельно стоящей вилле. Ко всем нашим двуспальным и триспальным виллам, а также виллам с приставкой Grand обязательно прилагается несколько комплиментов от отелей, и один из них горячо любимый нашими гостями. Это как раз предоставление баги своего собственного гольфкара на бесплатной основе. Ну, а также в каждой нашей вилле каждый день гостям предоставляют сезонные фрукты, чай, кофе, принадлежности, все это безусловно есть. Я вот только сейчас увидела вопрос, можно ли название сайта отеля. очень просто, наша цепочка называет one and only и сайт наш точно так же называет one and only resorts.com one and only в одно слово resorts.com это наш веб-сайт. Следующая категория виллы, также семейная, называется Grand Beach Villa Two Bedroom. Вот эта вилла, она больше по размеру, порядка 270 квадратов, и она уже обладает не только двумя спальнями, спальнями, но еще и зоной гостиной и столовой. И данную виллу я порекомендую семьям, которые любят именно общую территорию под крышей, которые любят общую столовую, и которые, допустим, путешествуют без няни, и им нужна спальня, чтобы детки были в отдельной комнате, но при этом под одной крышей вместе с родителями. Эта категория виллы Grand Beach Villa Two Bedroom считается более престижной, ее отличие от Two Villa Residence помимо размера самой виллы, также является и размер бассейна, здесь размер бассейна виллы 50 квадратных метров, то есть там можно достаточно полноценно проводить водные процедуры. На фотографии у вас сейчас вторая спальня, вот здесь вы видите две кровати размером Queen Size, видите, что они расположены на удалении друг от друга, и они достаточно широкие, в каждой спальне есть своя собственная ванная комната, свой собственный гардероб, и все удобства. Бесплатным дополнением к каждой нашей вилле, безусловно, является роскошный вид на Индийский океан. Следующая категория нашей виллы, это Grand Water Villa, она односпальная, отличается от водной виллы наличием гостиной зоны, а также двух бассейнов, один из них порядка 25 квадратных метров, второй чуть-чуть поменьше, и имеет функцию джакузи. У данной виллы также есть свой собственный баги, встречаем гостей бутылочкой шан, простите, дом перенье, и делаем комплименты гостям в течение всего их проживания. В основном тип питания курорта это завтраки, то есть круглый год завтраки входят в стоимость проживания, а также на летний период у нас есть специальное предложение, и по этому специальному предложению в стоимость виллы также входят и ужины. Данное предложение действует в этом году, в 2018 действует с 8 апреля по 16 декабря, и есть период, когда предложение не действует, это майские праздники с 1 по 8 мая, а в остальные даты с 8 апреля по 16 декабря у гостей помимо завтраков есть еще и бесплатные ужины, а также трансфер в подарок. Но по спецпредложениям я вам еще немножко расскажу подробнее в конце презентации. Переходим к нашей одной из самых красивейших вилл, называется она Grand Sunset Residence, и у этой виллы три спальни. Вилла состоит из двух отдельных домиков. Один из них по размеру с нашу обычную виллу, односпальную, а второй по размерам точно такой же, как и двуспальная вилла, про которую я вам недавно рассказывала. У виллы масса-масса привилегий, в том числе в личное пользование два баги, а также холодильник Smeg, наполненный премиальными напитками, первый раунд из этого холодильника предоставляется гостям бесплатно. Также частная яхта, трансфер из аэропорта на курорт и обратно гостям данной категории виллы предоставляется тоже комплементарно. Вид сверху на данной виллы, помимо большой территории, а занимает она порядка двух тысяч квадратных метров, здесь расположена большой бассейн 50 квадратных метров, здесь есть зона столовой под открытым небом, есть открытая кухня для персонального шефа, есть зона для занятий йоги либо рисованием, есть также кинотеатр под открытым небом. Помимо всего этого у гостей есть собственный подъезд такой, знаете, закругленный, практически как у английских замков ворота, когда гости въезжают в виллу, даже подъезд к вилле производит впечатление. Чуть-чуть позже вернусь к стоимости, есть вопрос про стоимость ужина, чуть-чуть позже к нему вернусь, у меня будет отдельный слайд про рестораны и вам расскажу про цены немножко. Еще раз насладимся красивыми фотографиями Grand Sons of Residence, кстати, данная вилла одна из самых дорогих, она стоит по-разному в зависимости от сезона, но в среднем от 20 до 25 тысяч долларов за в сутки и данная категория виллы пользуется достаточно большой популярностью у русскоговорящих гостей, а также второй рынок для этой виллы это арабский. Ну и переходим к разделу о том, чем можно заняться на курорте, а занимаются наши гости как правило отдыхом, поэтому они расслабляются, они кушают и они развлекаются. На курорте три бассейна, один из них совсем детский для деток в детском клубе, второй семейный и третий, который сейчас вы видите на своем экране, это взрослый бассейн. Он является такой визитной карточки one and only ретера, часто используется в рекламных материалах и одни из самых лучших фотографий в инстаграм, как правило, получается здесь. Он прилегает непосредственно к ресторанной зоне курорта, там же недалеко расположен семейный бассейн, и поэтому это зона, где сосредоточена масса активности для гостей. Сейчас у меня слайд открыт со СПА. СПА у нас один из самых больших на Мальдивах, 10 павильонов, каждый из которых имеет свой собственный вид на Индийский океан, два павильона для пар и остальные восемь павильонов для индивидуальных процедур. Очень часто у нас гостят приглашенные специалисты из различных так скажем направлений фитнеса и нетрадиционной медицины. На данный момент в феврале у нас приглашено два специалиста, один из них САК, он занимается, специализируется, так скажем, на индийском ответвлении йоги, это мудра йога и также всяческими медитациями и второй специалист Ошен Блум, у нее сочетание йоги и терапии массажа, направленные на расслабление всех видов мышц, на омоложение и на приведение, так скажем, души и тела на выведение на новый уровень расслабления и красоты. Отвечаю на ваши вопросы, сколько стоит депозит на курорте. Стандартный депозит 500 долларов в сутки. На время специального предложения, когда ужины включены в стоимость проживания, депозит составляет 250 долларов с виллы. Если гости проживают в большой вилле, то виллорезоденц или грант бедрум, соответственно, депозит в сутки увеличивается и это можно согласовывать отдельно. Помимо всего прочего, в спа у нас есть отдельная секция хамам и отдельная секция сауны, раздельная мужская и женты, а также салон красоты для леди, здесь делают прически, и салон красоты для мужчин, так называемый барбершоп, здесь их бреют, стригут, рассказывают, как ухаживают за кожей лица и дают советы от профессионала. В спа также расположен Ши Павильон, в котором мы проводим частные уроки йоги, выходит он на закат, поэтому, как правило, все утренние медитации проходят здесь, ну, а также есть у нас дополнительная опция, предлагаем нашим гостям провести йогу на восходе на отдельном острове, это песчаная отмель, которая расположена приблизительно в 15 минутах езды от курорта, она совершенно расположена уединенно посреди океана, здесь нет ни одного деревца, ни одного кустика, и когда ты находишься на это отмель ты ощущаешь себя песчинкой этой вселенной и очень хорошо здесь настроиться на пробуждение и на методики всевозможные йогические просветления и прочее. возвращаемся в спа, а в частности его раздел фитнеса, у нас очень хороший фитнес клуб, большой по размерам, есть как крытый павильон с оборудованием техно-джим, так и открытая платформа QueenX, несколько инструкторов, в том числе русскоговорящий у нас есть инструктор и преподают разные виды спорта, фитнеса, йоги, большой большой лист можно найти как на сайте отеля, так и обратиться с индивидуальным запросом. Рестораны. Пять ресторанов и бар практически ежедневно к услугам гостей и одна из самых так скажем вкусных я бы сказала кухонь, которую вы можете встретить на Мальдивах я непосредственно пробовала именно ваннон для ритера. На завтрак у нас открыт основной ресторан называет он Рити. Завтрак очень обширный как буфет так и а-ля-карт то есть большая зона буфетная но также можно заказать практически любое блюдо а-ля-карт у нас есть повара которые работали в России и в Украине и поэтому на завтрак к большому удовольствию наших русскоговорящих гостей мы помимо всего прочего готовим сырнички привозим сметану из России и делаем все по-домашнему на ланч у нас работает два ресторана один из них Beach Club в пляжном клубе здесь сервируется севиче блюдо на гриле свежие салаты а также итальянский ресторан называется он Rabar Bar и здесь вы найдете одну из самых вкуснейших ризотто паста и пицца на открытом огне вечером вечером работает порядка четырех ресторанов один из них Ботаника который вы сейчас видите у себя на экране принцип этого ресторана от сада к вашему столу ресторан расположен на территории сада огорода за которым ухаживает непосредственно шеф курорта здесь растут не только травы и специи но также и помидоры и свекла и морковку я там видела соответственно все что растет в этом садике можно приготовить и подать к вашему столу здесь пропагандируется в этом ресторане органическая еда все мясо и морепродукты которые мы заказываем они приходят из хозяйств которые специализируются на производстве именно органических продуктов а также вино которое здесь сервируется также органическое очень симпатичный ресторан с романтической обстановкой вечером очень рекомендую попробовать и предложить гостям следующий наш популярнейший ресторан называется он топосаки это японский ресторан является пользуется неимоверным успехом у наших гостей и на популярные периоды такие как Новый год Пасха да и пожалуй и майские наши праздники его желательно бронировать заранее прямо из Москвы по формату и кухни я бы сказала что это японский азиатский фьюжн чем-то похож на нобу то есть азиатские продукты подаются вот таким современным немножечко французским подходом здесь также есть секция топоньяки и если гости хотят любоваться прекраснейшим льдивским закатом то рекомендую забронировать им топоньяки в 6.30 чтобы не пропустить грандиозное зрелище следующий ресторан называется он фондита и это один из последних ресторанов который мы реновировали и обновили здесь замечательная атмосфера арабских мотивов играет традиционная арабская музыка а также подается традиционная арабская кухня здесь сервируют шишу и ресторан находится на песке в этом году точнее уже в 2018 получается в прошлом году мы поставили шатер и теперь данный ресторан открыт даже если погода не позволяет поужинать на открытом воздухе так секундочку у меня есть как раз вопрос по питанию какие рестораны входят для посещения на ужин с учетом бронирования хабборта и какая доплата в другие рестораны как правило в хабборд входит питание в нашем основном ресторане рити а основной ресторан рити он тоже очень разнообразный он состоит из трех секций в одной из которых сервирует мне говорят что пора уже я постараюсь быстро ответить на ваш вопрос и уже время наше подходит к концу поэтому я буду завершать презентацию в хабборд входит основной ресторан ритв в который сервируется итальянская азиатская и французская кухня то есть каждый вечер можно пробовать разные секции разной кухни также два раза недели сервируется буфет итальянский и азиатский а в другие рестораны допустим фандита пасаки ботаника гости тоже могут пойти часть блюд подходит под хабборд они отмечены в меню пометкой хабборд а также у гостей если они выбирают другие блюда то у них есть кредит 160 долларов на односпальную виллу и в два раза больше если это двуспальная вилла ежевечерно наш вар открыт для гостей и здесь развлекательная музыка играет практически до последнего гостя буду очень рада ответить на все ваши вопросы сейчас у меня должен быть последним файле контакты я надеюсь что откроется для детишек для детишек у нас есть прекрасный детский клуб с собственным бассейном горками и прочим ежедневно мы делаем различные программы допустим кто-то спрашивал про пиратов как раз у нас у анон лидера есть пиратский день когда деток выводят из территории так скажем клуба раскрашивают под пиратов и отправляют в пиратский круиз они на лодочке плавают вокруг острова ищут сокровища и всячески развлекательный развлекается помимо этого есть приготовление пиццы есть отдельный день когда они делают шоколад и при том что готовят и блюда они не только они не просто в детском клубе их именно вывозят в настоящие рестораны они с настоящим поваром учатся готовить средний чек ужина по-разному по-разному но я бы сказала что это от 150 долларов я бы даже сказала где-то 160 или 200 долларов это не включая алкогольные напитки анимация на русском языке в детском клубе на данный момент у нас есть русскоговорящая девушка поэтому если она работает я имею ввиду мы все люди кто-то берет отпуск то как правило русскоговорящий персонал у нас есть практически в каждом отделе в каждом департаменте и в бутиках и в ресторане и в детском клубе и в спа также имеется русскоговорящий персонал ну что ж мои контакты вы видите на экране здесь электронная почта телефон и я буду очень-очень рада ответить на все ваши вопросы спасибо большое за внимание еще бы хотелось вам много-много рассказать у меня есть 5 минут отлично немножко побольше про спецпродолжение да с 8 апреля по 16 декабря как раз Ultimate GTV оффер действует про который я вам говорила туда входят бесплатные ночи 5 равно 7 хавборд и трансфер в подарок а если гости планируют заранее и хотят сейчас уже забронировать на осень то у них дополнительно к этому начиная с 1 октября заезда по 16 декабря есть дополнительная скидка 10% это плюс к бесплатным ночам также у нас есть замечательное спецпредложение для молодоженов если они проживают более 7 ночей то им гость простите курорт предлагает в качестве комплимента романтический ужин или спа на двоих а также делает фотосессию украшает виллы и прочее мы проводим свадебные церемонии тоже с фотосессиям с тортом с шампанским для гостей которые либо хотят прям провести провести первую свою церемонию либо хотят возобновить чувства и еще раз обменяться клятвами отели безусловно круглогодичные вообще направление то что вам Найля рассказывала это круглогодичное есть определенная сезонность которая сейчас очень размывается климат меняется и поэтому скажу что традиционно с мая по ноябрь считается более влажный период с ноября по апрель более сухой но повторюсь еще раз температура воздуха и воды практически одинаковая круглый год температура воздуха порядка 29-30 градусов а температура воды 27-28 и это на протяжении всего года соответственно будем очень-очень рады присылайте ваши заявочки в Мальдивиану присылайте ваши вопросы по каким-то маленьким комплиментам мелочам и большим тоже присылайте я буду очень рада помочь спасибо вам большое за внимание до новых встреч и пишите звоните бронируйте спасибо большое спасибо